Добрый день! В эфире итоговая программа «Вести недели Кабардио-Балкария» в студии Беслан Суидимов. Главное событие этой недели – 11-й международный инвестиционный форум «Сочи-2012». Город-курорт на два дня стал площадкой, где были представлены перспективные инвест-предложения российских регионов. Самые крупные из представленных в Кабардио-Балкарии проектов стали горно-металлургический комплекс на базе Таранауского вольфрама-малибденового месторождения стоимостью 7 млрд рублей и строительство агроиндустриального парка, цена которого около 60 млрд. Экспозиция Кабардио-Балкарии вызвала одобрение посла Италии Антонио Дзенар-Диланди. Высокий инвестиционный потенциал наших проектов отметил и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Главы некоторых регионов всерьез заинтересовались продукцией Севкаф Ринген-Д. Форум уже завершился и о его итогах материал нашего специального корреспондента Марине Рославской. Кабардио-Балкария в этом году здесь, в Сочи, сделала ставки на уникальность. Каждый из инвестпроектов и продукция предприятий, представленных в рамках республиканской экспозиции, аналогов в стране не имеет. До начала пленарного заседания самого важного в рамках всей деловой программы не только дня, но и форумной недели, премьер-министра страны Дмитрия Медведева с инновационными разработками Кабардио-Балкарии познакомил глава Артенка Ногов. Агропромышленный парк Плана свое добро от руководителя федерального кабинета министров получил. Первые результаты. Сбербанк готов предоставлять Кабардио-Балкарии льготные условия по ипотечным кредитам. А госкорпорация Курорты Северного Кавказа начнет строительство третьей очереди канатной дороги на Эльбрус. В интервью после гендиректор КСК Алексей Невский отметил, это соглашение не носит рамочный характер и это не договор о намерениях, а максимально конкретный, уже готовой дорожной картой и четким описанием обязанностей сторон. Сегодня был сделан, наверное, такой очень важный, потому что первый шаг к запуску курорта на Эльбрусе. Эльбрус – это символ проекта курортов Северного Кавказа, как вы знаете. Изначально он назывался «Высота» – 5,642 в честь Эльбруса. И могу сказать, что уникальные природные условия Эльбруса, они, конечно, позволят запустить не только вот эту начальную, в первую очередь проекта, но и на многие, не побоюсь, наверное, десятилетия развивать эту горнолыжную зону. Выбор промышленных приоритетов для экономики республики не случайен, скажет первый зампред правительства КБР Валерий Жилов. Инвестор, приходящий в Кабардино-Балкарию, вместе с преференциями в рамках особой экономической зоны, ее планируют создать специально под инвестпроект плана в Майском районе, получат еще и поддержку от государства. Мы уже предварительно получили положительное заключение Министерства экономического развития России по созданию этой особой экономической зоны. И грех бы нам, Кабардино-Балкария, не воспользоваться такой возможностью. В случае подписания соглашения Кабардино-Балкария станет первым субъектом юга страны, где будет создана особая экономическая зона производственно-промышленного типа. О важности ставок на кластерный подход в экономике и ожидаемых результатах в эксклюзивном интервью программе Вести Кабардино-Балкария рассказал сам глава Арсен Коноков. Все направления надо в виде кластера рассматривать, потому что кластерный подход дает более узкое, тонкое понимание, что нужно в первую очередь развивать. Поэтому, когда мы выделяем там, условно говоря, агропромышленный кластер или туристический кластер, мы четко формулируем себе задачи ставить. Я думаю, что сначала нужно ровно понять, что мы хотим, ровно разделить, как положено, а это вот разделение позволяет более предметно подходить к решению этих вопросов. Деловые встречи на этом не закончились. Посол Италии в России посетил стенд республики, а после уже перспективы сотрудничества юга страны и юга Италии обсудил в рамках круглого стола. Главы соседних регионов обсудили с руководством Кабардино-Балкарии возможности совместного развития экономики уже всего Северного Кавказа. Экономическая неделя для Кабардино-Балкарии завершилась. Порцель договоров и новые партнеры. Результаты представленных Кабардино-Балкарии проектов на инвестиционном форуме «Сочи-2012». Марина Ярославская, Аслан Карданов, Вести недели, Кабардино-Балкария. Подробно в режиме онлайн работы сочинского форума освещал телеканал «Россия-24», корреспонденту которого в расширенном интервью глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков рассказал о проектах, представленных на форуме и перспективах развития экономики республики. Предлагаю посмотреть. Рада приветствовать всех телезрителей из Сочи. Действительно, позвольте представить моего гостя. Это глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. Арсен Башарович, здравствуйте. Знаю, что вы представили здесь достаточно интересный проект. Это промышленный парк, где будет достаточно много представлено промышленных объектов. Их целых 18. Расскажите про структуру этого парка. Да, это агроиндустриальный парк, который мы планируем и строим в Кабардино-Балкарии. Сегодня мы занимаемся строительством инфраструктуры. 1,4 млрд вложено сегодня. И это будет такой общий парк, где будет 18 производств. Это связано с промышленностью, с деревообработкой, с сельским хозяйством. И в одной зоне у нас образуется такой целый большой парк, где будет работать около 10 тысяч человек. Для нас это для республики очень важно. Многие показатели, индикаторы поменяются промышленности. Это валовый региональный продукт. Это налоги, которые будут платиться. Если так, для примера взять, то где-то порядка, во все сферы бюджета будет порядка 11 млрд, если эти все производства заработают. Поэтому проект называется «Плана». И там основным ядром производства будет завод чистых полимеров. Поэтому вот такой проект здесь крупный. Мы ее здесь представили, номинировали. Дмитрию Анатольевичу показали этот проект. И мне кажется, что это очень достойный проект, который в появлении такого проекта сделает резкий рывок в развитии промышленности нашей республики. Да, я согласна, но для начала нужно все-таки все построить. Какие сроки реализации? Ну, если мы начали, мы в 2011 году начали уже строить, мы надеемся, что к 2015 году основная часть производства, из 18 производств, которые будут расходиться, где-то будет уже, надеемся, в конце 2015 года появится. У вас есть еще один очень интересный проект. Вы входите в туристический кластер. И на Эльбру сейчас будут делаться высокогорные отели. Какая зона ответственности у Кабардино-Балкарии в этом проекте? Ну, практически мы, субъекты федерации, которые входим в курорты Северного Кавказа, мы подписали соглашение. Я недавно встречался с представителями директоров, Ахмедом Биваловым. Мы подписываем рамочные соглашения. Подписали вчера соглашение по свободным экономическим зонам на территории Кабардино-Балкарии. Ну, мы предполагаем, что у нас в течение быстрого времени надеемся, что при помощи курортов Северного Кавказа мы изменим инфраструктуру, появятся новые подъемники. И мы договорились, что от поля на Азау, если смотреть Эльбрус, мы практически две очереди были построены, канат на новой дороге. При взаимодействии с курортами Северного Кавказа мы в короткий сок в следующем году хотим сдать третью очередь. И затем на высоте 4130 метров будет построен, горный клуб будет построен. И те, которые делают восхождение на Эльбрус, чтобы они могли адаптироваться легче. Мы хотели поблагодарить и курорты Северного Кавказа, и правительство Российской Федерации за то, что такая программа принята, и это нам поможет очень сильно. Знаю, что активно развиваете агропромышленный комплекс и используете иностранные технологии. Я читал отзывы посла Италии, и он говорит, что невероятно прекрасно используют итальянские инновации. Вы используете только итальянские инновации. Есть ли еще какие-то технологии, которые вы применяете, и, собственно, где вы их применяете, в каких производствах? Кабарда-Балкария исторически, она была аграрной республикой, и сегодня является преобладающей долей в экономике, все-таки это аграрный сектор. И поэтому мы считаем, что мы должны это направление очень активно развивать, и очень уже эффективно мы сотрудничаем с итальянскими компаниями. Ну, в основном так и сложилось, что итальянцы проявили интерес к аборре на Балкарии, и те проекты мы реализовываем именно с ними, с итальянскими компаниями. Это вот развитие новых инновационных технологий, связанных вот с капельное орошение, там, с садоводством. Мы посадили порядка двух тысяч гектаров. По самой последней технологии, которая есть, и для примера могу сказать, что если мы 50 центов получали с гектаров, то сегодня мы в шесть раз больше получаем урожая за счет капельного орошения. И мы построили места, и самые лучшие технологии хранения, значит, яблок и реализации. И практически те, кто этим занимается, они успевают даже откладывать с тем, что сетевые компании очень быстро забирают, потому что Россия практически завозит 70-80 процентов, яблок завозит с Турции, с Польши, и мы пытаемся, чтобы на территории, в общем-то, республики, мы хотим около 10 тысяч гектаров посадить по этой технологии. И вот такой прорыв у нас есть. Мы очень радуемся тому, что у нас, когда мы едем вдоль наших дорог, как и в Европе, современные технологии применяются, и люди это видят. Ну, не только итальянские компании. Мы и с турецкими компаниями, и с французскими компаниями. Кстати, по туристическому кластеру мы практически работаем с французами. А по именно сельскому хозяйству мы взаимодействуем больше с итальянскими компаниями. Я вчера встречался с послом Италии, и мы очень, у меня был, как бы на Балкаре, мы встречались, и они довольны, довольны. Итальянский бизнес доволен тем, как идут результаты, и как идет процесс. Поэтому, я думаю, что вот этот процесс будем продолжать. Стоит от тепличных хозяйств. Очень много теплиц. Мы порядка 100 гектаров теплиц хотим построить в ближайшие годы. Если это все нам удастся, я думаю, что Кабардино-Балкария внесет свой достойный вклад в производство сельскохозяйственной продукции Российской Федерации. Вообще, на Ваш взгляд, какое конкурентное преимущество есть в Кабардино-Балкарии? Потому что, как мы видим на этом форуме, каждый регион борется за своего инвестора и хочет, чтобы именно в их регион пришли деньги для развития. На Ваш взгляд, какое конкурентное преимущество есть у республики? Я думаю, что главный основой капитала это чайский капитал, как и везде. И мы имеем историю, связанную с тем, что мы очень активно занимались именно оградное направление, развивали в республике. Самое главное, мне кажется, есть мотивация и желание у людей трудиться на земле. И наше преимущество, мне кажется, в том, что вот именно новые процессы, которые пошли, и люди нам поверили в то, что если государство помогает частным инвесторам, индивидуальным людям, помогает мини-кредиты получать, работать с банками и взаимодействовать, тогда вот эта синергия отношений власти и населения, она дает такой эффект нормальным положительным. Значит, такой вопрос, он касается оттока населения из республики, это достаточно, ну, такой вопрос важный, как мне кажется. А почему люди уезжают, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, не только выезжают и приезжают. Я очень внимательно сменю за миграционной обылью и приездным и отъездным людей. Если сравнивать, то у нас нету, у нас маленькая разница между тем, что люди приезжают и выезжают. Но это нормальное явление, если в крупные города люди идут зарабатывать деньги, или студенты, или молодежь едет, им больше иногда учиться едут, иногда едут научиться, набраться практики. И когда они возвращаются с крупных наших центров, как Москва, Питер, то мне считают, что это нормальные миграционные процессы. У нас нет минусов, в принципе. Но мы больше переживаем, может быть, за русскоязычное население. У нас они компактны, 25% русского населения. И мы вот то производство крупное, которое хотим промышленное поставить, мы именно их ставим в том районе, где живет русское население. Потому что в основном они специализировались на промышленности, инженера, технологии были. И практически мы пытаемся, чтобы им создать сейчас больше условий. А так, основная масса, я говорю, у нас оттока населения практически вот в таком варианте нет. Спасибо большое. Поздравляю, что заключили хорошее очень соглашение. Спасибо. Напомню, это было интервью главы Кабардио-Балкарии Арсена Конокова телеканалу «Россия-24». Далее в нашей программе. Владерцам маткапитала компенсируют часть процентов по ипотеке. Решение принято правительством Кабардио-Балкарии. Марьяна, ты слышишь? Если есть вариант, выйти, выйти, пожалуйста. На просьбу сложить оружие и сдаться открыли огонь. В нанчике силовики провели спецоперацию. В ГИК и СКГИ обмен опытом, энергией и эмоциями. Знаете, как заходишь, запах творческий. Преподаватели, студенты именитого вуза с трехдневным визитом посетили нанчик. После короткой рекламы мы продолжим знакомить вас с главными событиями уходящей недели. Оставайтесь на телеканале «Россия». Качество гарантирует факт. Комплектующий для окон Берта мы поставляем в Россию напрямую из Германии. Окна Берта. Немецкий стандарт. Медицинский центр СЭМ это современная элитная медицина 21 века. В центре проводятся УЗИ всех органов, включая сердце, магнитно-резонансная спиральная компьютерная томография на оборудовании «Сименс» последнего поколения. Прием ведут кардиолог со всем спектром кардиологического обследования, уролог с возможностью лазерного лечения урологических проблем. Запись по телефону в Нанчике 42-73-73. Хотите подружиться с лемуром, погладить малыша гиббона и увидеть самую маленькую обезьянку планеты? Спешите! С 21 сентября в торгово-развлекательном центре «Дэя». У Катюши день рождения. Сети детских магазинов Катюша исполнилось 15 лет. В честь праздника с 21 по 23 сентября скидка 15% на все. Подарки при покупке от 3000 рублей. Постоянным покупателям купон на скидку 15% в день рождения ребенка. И веселый детский праздник 22 и 23 сентября с 12 до 18. Приходи на мой день рождения. Катюша! Да. Сегодня, выбирая качественные окна, архитекторы выбирают Нобель. Признанный немецкий профиль и технологии первого оконного завода качество, способное всегда оставаться на высоте. Новая дочь технологии. В магазине женской одежды «Тимар» поступление новой коллекции верхней, повседневной, нарядной одежды и обуви. Город Нальчик, улица Пушкина, 4. Дом здоровья предлагает вашим услугам сауну класса «Люкс» с мокрым паром. Отдельная кабинка, комната отдыха, бассейн, массажный кабинет, а также весь спектр парикмахерских услуг. Дамский мужской мастер, маникюр, педикюр. Ждем вас с 8 утра до 9 вечера по адресу Пачева, 16. Телефоны 42-32-82-42-30-89. Быть в центре внимания, создавать свой индивидуальный стиль, чувствовать элегантность и женственность легко в одежде перспектив. Новая коллекция классических костюмов, пальто и платье, романтика городского стиля в роскошных деталях, перспектив, одежда, которая дарит праздник. Комфорт любой ценой, особенно, когда цены такие низкие. Мебельный салон 12 стульев это тысяча квадратных метров отличной мебели для дома и офиса по самым доступным ценам в Нальчике. Торчоково, 86. Торговый центр Еврострой 07. 2 ноября Впервые в Нальчике Долгожданная Аня Лорак Грандиозное шоу «Обними меня» Справки по телефону 47-71-42 Билеты в кассах ДК профсоюзов Привет всем, я Аня Лорак. Дорогие жители Нальчика с нетерпением жду встречи с вами 2 ноября. До встречи! Между нами Фасадные конструкции, алюминиевые двери, композитные панели, металлопластиковые окна. Фирма Маржа. Улица Байсултанова, 26. Телефоны 74-13-20, 74-14-20. Плитка тротуарная, бордюры по низким ценам. Улица Чернышевского, 181. Напротив АЗС Роснефть. В эфире итоговая программа «Вести недели Кабардио-Балкария». Мы продолжаем. В Нальчике в четверг в ходе спецоперации нейтрализованы 8 боевиков. Группа панитов укрывалась в одном из частных жилых домов на улице Клары Цеткин, сообщил оперативный штаб в КБР. Информация о месте нахождения членов банд под поле была получена силовиками в ходе разыскных мероприятий. С 4 часов утра в районе города, ограниченном улицами Эннеева, Дагестанская, Отарова, Вологирова и Новошевченко, был локально введен режим КТО. Жители близлежащих домов эвакуированы. В течение нескольких часов специалисты оперштаба и родственники бандитов ввели с ними переговоры. Им было предложено сложить оружие и сдаться. Марьяна, ты слышишь? Если есть вариант выйти, выйди, пожалуйста. В ответ преступники открыли огонь по силовикам и даже предприняли попытку прорыва, применив несколько гранат. В результате столкновения 8 активных участников бандподполя нейтрализованы. Предварительно их личности установлены. Это находившиеся в федеральном розыске Амир бандподполя КБР Руслан Батырбеков, главарь так называемого северо-восточного сектора Залин Путов, главарь центрального сектора Шамиль Ульбашев, член центрального сектора Семир Карданов и Олег Шудумов, член так называемого юго-восточного сектора Артур Каркаев, гражданская жена Руслана Батырбекова, Марьяна Ольмезова. Напомню, В числе нейтрализованных также активная пособница боевиков Марьяна Тишкова. По оперативным данным уничтоженные боевики причастны к терактам на территории КБР и убийствам силовиков, предпринимателей, представителей органов власти. Оперативно-розыскные мероприятия в зоне КТО завершены. Режим контртеррористической операции отменили в 17 часов. Министерство культуры КБР предлагает создать в республике электронный музей. Эту идею в четверг озвучил глава ведомства Руслан Фиров на заседании президиума парламента. В рамках правительственного часа обсудить успели многое, в том числе и оплату труда работников музеев. Так ждет ли хранителя истории и народного достояния повышения зарплаты, расскажет наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. 20 музеев и почти 200 тысяч единиц хранения для маленькой республики фонд довольно солидный. Археологические раскопки, живопись, в том числе и мировая классика, скульптура, а в целом история Кабардино-Балкарии со времен сотворения мира до наших дней. Сохранение и приумножение всего этого богатства сегодня перед Минкультом Республики задача основная. В перспективе создание электронного музея, чтобы любой желающий из любой точки планеты мог увидеть культурное наследие наших предков. Проект по созданию электронного музея заключается в создании распределенной информационной сети музейных электронных ресурсов региона, обеспечивающей накопление, регистрацию, обработку, сохранение и распространение информации о музейных коллекциях и историко-культурном потенциале Республики. Правда, воплощение этой идеи в жизнь обойдется республиканской казне в 45 с лишним миллионов рублей. В бюджете этого года такой сойти расходов нет. Другая идея. Депутаты предложили в Главном музее Республики открыть отделы национального театра и кино. Почему бы и нет, подхватил министр. Правда, другой вопрос от депутатов. А заработные платья музейных работников разрешить куда сложнее. В музеях, ну, скажем так, дополнительных доходов нет. Отсюда надо было бы к этой категории граждан обратить внимание. И более того, они очень необходимую работу введут. Это наша история, это наша жизнь, на которой наши поколения будущие будут учиться. В ближайшее время повышения оплаты труда работников музеев ждать не приходится. С сожалению, констатировал министр. Тем не менее, ответственному комитету парламента поручено рассмотреть вопрос и найти пути решения. Альберт Корцаев, Марат Татруков. Вести недели Кабардино-Балкария. А вот архив Музея обороны Кавказа, возможно, в скором времени пополнится оружием времен Второй мировой. В Прельбрусе сотрудники Эльбрусского РОВД совместно с членами поискового общества Мемориал Эльбрус на перевале Донгуз-Арон на высоте 2800 метров обнаружили пять пушек немецкого образца калибра 76 миллиметров, а также восемь снарядов к ним, четыре гранаты, три мины и пятьсот патронов, оставшихся здесь после битвы за Кавказ. Предметы вооружения тех лет представляют собой военную и историческую ценность. Найденные орудия и боеприпасы находятся в хорошем техническом состоянии. Попадя они в недобрые руки, могли быть использованы и по прямому назначению, отмечают поисковики. В четверг Кабинет министра в республике рассмотрел порядок выплат компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам. Именно эконом-развитие и в случае утверждения он будет способствовать решению очень наболевшего вопроса. Речь в данном случае идет о владельцах сертификата на материнский капитал, которым предоставлены ипотечные кредиты. Именно они могут претендовать на компенсацию из республиканского бюджета части процентной ставки. Осуществлять выплаты у полномочий Минстрой. Кроме того, в проекте постановления четко прописаны условия получения компенсации. Сумма кредита не может превышать полутора миллионов рублей. Срок предоставления такого кредита не превышает 10 лет. Компенсация осуществляется в размере 50% ставки и финансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора между гражданином и уполномоченным банком. Финансирование из федерального бюджета по программе Юг-России увеличится со 187 миллионов до 1 миллиарда рублей. Субсидии Центра Республика получит в этом году. Проект соглашения был утвержден на заседании. Группе граждан, пострадавших в ДТП из резервного фонда правительства выплатят материальную помощь около 200 тысяч рублей. Внедрением аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики займется специально созданная рабочая группа. А за реализацию системы «Открытое правительство» ответственным назначен вице-премьер Казиму Инаев. Также утверждено распоряжение подготовки 2-го Северокавказского театрального фестиваля «Южная сцена». На форум выделяется около 700 тысяч рублей. Напомню, впервые он прошел в Нальчике в ноябре прошлого года. Жилищный фонд Республики к отопительному сезону готов на 89%. Об этом на совещании профильной правительственной комиссии заявил руководитель Госкомитета по ЖКХ Мустафир Кулиев. Из 140 миллионов рублей, запланированных на подготовку к осенне-зимнему периоду, профинансировано 90 с половиной. Существенных отклонений в плане мероприятий нет. Все будет завершено в срок, отметил Кулиев. Это же подтвердили и заместители предприятиям ЖКХ предписано провести подготовку аварийных запасов на случай чрезвычайной ситуации. Республиканское ведомство к этой работе уже приступило. Зимой аварийно-диспетчерские службы во всех муниципалитетах будут функционировать круглосуточно. Руководитель комиссии зампредпроведительства Казиму Инаев призвал районные власти активнее работать с физическими лицами и организациями по сокращению задолженности за тепло и энергоснабжение. Больше статистами вы не будете сидеть. Вы должны работать с ним. На вашей территории работают котельные, работают вольги. Будете внести вместе с ними ответственность. То, что платить будем, это однозначно. И это один из главных факторов при подготовке к ОЗП. Из чего электрики будут вам делать ремонт? Козовики продолжать эту работу? Кто, если у них нет оплаты за потребленные энергоресурсы? Казиму Инаев предложил поощрять те службы, которые обеспечивают максимальное число платежей. В ряде районов жильцы многоквартирных домов, таковых более 20, до сих пор не создали ТСЖ и не согласились подписывать договор с управляющими компаниями. Вице-премьер республики обязал администрации взять здания на особый контроль и до 5 октября подготовить их к отопительному сезону. До 1 октября предоставить паспорта готовности абсолютно всех объектов к осенне-зимнему периоду. За счет местного бюджета Федеральная программа капитальный ремонт многоквартирных домов кроме всего прочего охватила и лифты отслужившие четверть века. Их заменят в большинстве многоквартирных домов Кабардино-Балкарии. На эти цели из бюджета страны выделено более 28 миллионов рублей. Еще 8 миллионов добавила республика. Жители нескольких многоэтажек уже провели своеобразный тест-драйв новых подъемников. О ходе работ Осман Казаков. Дома 16, 18, 20 и 22 по улице Шагенова. Прежние лифты здесь эксплуатировались более 25 лет. Это предельный срок службы. Жильцам этих многоэтажек в последние годы чуть ли не ежедневно приходилось преодолевать лестничные пролеты пешком. Теперь в каждой установлены новые подъемники. Был запущен первый этап. Попробовали. Вроде бы как все нормально. Теперь отделки небольшие. И там то, что оставалось, доделали. И вот через неделю буквально, наверное, уже запустят окончательно. Полностью заменено оборудование машинного помещения. Управлять лифтом теперь можно прямо отсюда. Это очень удобно в случае воостановки за неполадок, говорят лифтеры. Как распорядиться средствами, полученными по программе капремонта, направить их на обновление коммуникации и фасады или на иные цели, управляющая компания Вольнаул и жильцы решали вместе. На общем собрании собственных жилых помещений единогласно было принято замена лифтов, так как лифты дорогостоящие. Один лифт нам обходится в миллион двести тысяч рублей. Новые подъемники получили и жильцы домов по улицам Ленина, Шагинсукова и Кирова. Аналогичные работы ведутся по всей республике. Стройка эксплуатации и степень износа технического оборудования. Именно по этим критериям отбирались многоэтажки, но не менее важен был и выбор лифтов. В основном были отобраны производители тех лифтов, которые имеют стандарты заменяемых наших лифтов. Потому что у нас идет полная замена лифтового оборудования и чтобы не было проблем с шахтами, мы подбираем такие же стандарты, которые существуют в нашей картине Работы планируют завершить до 5 декабря. В случае полной реализации этой программы общее количество замененных за последние три года лифтов составит более 200. Осман Казаков, Анзор Кашироков, Аслам Мурзахам Дохов. Вести недели Кабардино-Балкария. На этой неделе прокуратура Кабардино-Балкария объявила предостережение республиканским провайдерам об ограничении свободного доступа к фильму «Невинность мусульман». Этот провокационный ролик вызвал протесты приверженцев ислама по всему миру. Своё негативное отношение к нему уже выразил президент страны Владимир Путин. Агент прокуратуры России в минувший понедельник подготовила иск в суд о признании фильма экстремистским. Не поддаваться на провокацию призвал Совет Муфтия в России, отметив, что у правоверных нашей страны много других задач. Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии тоже не осталось в стороне и выступило с обращением ко всем верующим, которые проживают в республике. Мусульман в том плане, чтобы не поддавались вот этой дешёвой провокации, которая сегодня очередной раз заброшена в исламский мир. И, естественно, надо высказать своё отношение к этому, неприемлемость этого действия, но не поддаваться провокации. И я думаю, решение, принятое президентом России и иск, поданный в суд для запрета показа этого фильма в Российской Федерации является решением мудрым и правильным. Высказался по этому поводу и епископ Пятигорский и черкесский Феофилакт, который побывал в республике с двухдневным визитом. Вера человека является такой же ценностью, как его собственная жизнь. И ирония тут неуместна, убеждён Феофилакт. Мы ни в коем случае не должны потворствовать этому. Ни в коем случае. Это должно получить самую жёсткую оценку. Мы видели безобразие, которые творились и в храмах Русской Православной Церкви. И все следили за тем, каким образом осуществлялось достойное и правильное наказание тех, кто творит безобразие. Мы не должны дать повода тем, кто пытается разжигать в нас какую-либо ненависть по отношению друг к другу. Подобного рода выходки имеют под собой исключительно провокационное значение. Они направлены против самого человека. Это делают люди, которые не имеют никакой веры. В республике Феофилакт ознакомился с деятельностью некоторых храмов, встретился с прихожанами, а также провёл богослужения по случаю Рождества Пресвятой Богородицы, которое православные отметили в субботу. По словам архипастыря, подобные поездки помогают епархии наладить взаимодействие со светскими властями. В Нанчике в четверг прошла акция, посвящённая Международному дню молодого донора. Напомню, ещё три года назад она начиналась именно в Кабардео-Балкарии, называлась День Кавказского молодого донора. Спустя год она приняла общероссийский характер, спустя два вышла на международный уровень. Акцию поддержали в Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Франции. В самой Кабардео-Балкарии в этот день на призыв авторов идеи общественной организации «Эмдрайв» «Мы с тобой одной крови» откликнулись и Сельхозакадемии представители молодёжных организаций. В 8 утра возле регистратуры уже стояла очередь за карточками. Такого ажиотажа в службе переливания не помнят. На 5 часов дня кровь и её компоненты сдали около 200 человек. Всем им организаторы говорят спасибо. Доноры никогда не ждут этого спасибо, но говорить его нужно, потому что донор это тот человек, который сдаёт кровь и не знает, кому она пойдёт. В большинстве случаев это и есть тот момент, когда люди проявляют своё милосердие. Они не знают, адресы, кому она вольётся, это кровь, кому, чья жизнь будет спасена и даже, скорее всего, по Нальчику в любом городе мира, в котором сегодня акции или где-то акции проводятся, вообще кровь сдают. Люди проходят мимо друг друга, я думаю, очень часто бывает то, что люди проходят, кто один сдал, а другой получил, но они проходят мимо и не надо обязательно знать, кому ты помог. Ты просто помог, ты сделал благое дело и вот за это и надо говорить спасибо. К акции присоединились также и молодёжь Баксанского района и Чулекского района. Северокавказский государственный институт искусств на этой неделе посетили студенты и педагоги одного из самых популярных вузов страны, Всероссийского госинститута кинематографии имени Герасимова. Это первый визит в ГИКовцев в республику, но не последний. За три дня для студентов СГИ провели мастер-классы и показали фильмы с участием начинающих актёров. Анна Сурхайханова с подробностями. Северокавказского госинститута Нина Симон. Пёстрое платье обязательный чурбан в роли американской певицы одна из студенток творческой мастерской народного артиста России Игоря Исуловича. 14 ребят из ВГИКа в течение полутора часов демонстрирует студентам и преподавателям СКГИ своё мастерство. Тут и Даргинская народная, и песни военных, лет и пародии на пресле, Челентано, Ротару поиронизировали даже на тему индийской мелодрамы. Здесь главные эмоции признаются воспитанники Суловича Ислам и Сабагандов. Номер подготовленный сокурсницей Кристиной Колес в жанре парной акробатики. Во время него, кстати, аплодисменты практически не смолкали изначально задания по сценическому движению. Обмен энергией, то есть это циркуляция как круговорот воды в природе, так же обмен энергией от артиста к зрителю. То есть это необъяснимые вещи, какие-то токи проходят. Трехдневная гастроль в Гиковцев за пределами столицы не первая. Первая она на Северном Кавказе до выступления с этим же класс-концертом в Мюнхене. В планах Вьетнам и другие города уже родной державы. Сюда, в Кабардино-Балкарию, студенты обещают еще вернуться. Говорят, зритель благодарна. Иногда приходится чуть больше раскачивать, ну как-то вот для того, чтобы какой-то... Ну, чем больше ты затрачиваешься, тем больше ты в конце получаешь. И, ну, естественно, так же отдаешь. Потому что, не знаю, ну вот, например, наше предыдущее выступление мы, конечно, нам не пришлось никого раскачивать, потому что зритель был сам настроен на позитивные эмоции. Это было очень приятно. За два дня москвичи показали дипломную работу одного из выпускников в ГИКа фильм «Мама». К слову, в дар вузу преподнесли несколько дисков со студенческими фильмами, провели мастер-классы и давал их заслуженный деятель искусств России Валерий Ахадов. Тело должно существовать мягко и непрерывно. Это уже урок от профессора в ГИКа и ГИТИса каскадера Айдара Закирова. На его счету десятки фильмов, в том числе и нашумевший дневной дозор Мамбетова. Воспитание по-настоящему творческих людей здесь, в СКГИ, заинтересованы. Зажечь глаза это непросто, поделились с журналистами на пресс-конференции педагоги в ГИКа. Это, конечно, очень хороший признак того, что тут что-то происходит серьезное внутри вуза. Знаете, как заходишь, запах творческий есть. Это дорогого стоит, очень дорого создать. Вот ребята произвели вообще огромное впечатление. Ну, и мало того, что они вежливые, они очень воспитанные. Я не знаю, как вам это удается достичь такого, но это производит очень большое впечатление. Руководство обоих вузов надеется, эта встреча студентов не последняя. В планах сделать подобный творческий обмен планов. Выман Насурхайхан, Васлан Хандохов и Муайет Тохов. Вести недели Кабардино-Балкария. С вами была итоговая программа Вести недели Кабардино-Балкария. Я Беслан Суидимов. Это все, чем запомнилась уходящая неделя корреспондентом нашей программы. До встречи через неделю на Телеканале Россия.